Руководитель региона Андрей Воробьев осмотрел детскую поликлинику, которую так ждали местные жители. В середине мая она заработала в полном объеме. Как пояснила Дарья Пиняншкевич, начальник здравоохранения Одинцовского района, в новом здании принимают не только педиатры, но и большое количество узких специалистов. Это и хирург, и лор-врач, и окулист, и многие другие. Работает современная биолаборатория по сбору анализов. Андрей Воробьев осмотрел кабинет рентгенографии и кабинет педиатра. На встрече также обсуждались вопросы образования. На сегодняшний день в Трехгорке сдана и укомплектована преподавателями школа на 900 мест, возведенная в 2012 году. Готовится к сдаче детский сад на 30 мест. Кроме того, с опережением возводится еще один муниципальный сад на 120 мест, который планируется сдать к 1 сентября. Решена проблема транспортной доступности микрорайона. Запущен рейсовый автобус, курсирующий между Москвой и Трехгоркой. Еще один вопрос, ответ на который удовлетворил Андрея Воробьева, это проблема парковок. Здесь будет построен паркинг. Его разместят на территории, на которой ранее планировалось построить жилой дом. Здесь обязательно должна быть парковка на 5 тысяч мест. И жители, которые оплатили, точнее не жители, а дольщики, которые оплатили деньги за еще не построенный дом, не должны оказаться заложниками вот этой парковки. И поэтому мы дали команду СУ-155 построить свечку, чтобы все, кто заплатил деньги, уже получили квартиры. Встретился глава Подмосковья и с инициативной группой жителей Трехгорки, которые озвучили еще ряд вопросов, существующие в микрорайоне. Андрей Юрьевич Воробьев пообещал приехать в Трехгорку в июле на встречу с местными жителями, а также представителями управляющих компаний, чтобы вместе найти пути решения накопившихся проблем. Все социальные учреждения мы сейчас проинспектировали. Окружная дорога делается, парк делается. Соответственно, 5 тысяч парковочных мест, которые требовали жители, будут построены генеральным застройщиком. Важно, чтобы в этой парковке, на этой парковке еще машины находились, потому что культуру будем формировать, оставлять места, оставлять машины на парковках. Итоги визита руководителя региона Андрея Воробьева прокомментировал глава Одинцовского муниципального района Александр Гладышев. Я хочу сказать, что многое делается, многое еще будем делать по этой территории. Я уверен, что все его поручения будут выполнены. За кадром осталось очень важное поручение губернатора, которое сегодня я озвучил в гимназии Урги. Это создание еще одной из самых лучших гимназий в Российской Федерации, именно муниципальной гимназии, ну, уже технического направления. Значит, с каким институтом, университетом будем техническим сотрудничать, еще не определено. Но, значит, пример я знаю, где мы ее будем строить. Значит, и она немножечко будет другого плана, чем эта. То есть там будет гимназия для самых одаренных детей всей Московской области. Значит, тех, которые в техническом направлении. Я думаю, что мы там построим и детский сад. Значит, и, наверное, так, чтобы могли небольшое, может быть, пребывание, где дети могли бы там жить. То есть, я не знаю, как это, кампус назовем или как. Ну, именно на таком очень серьезном уровне.